В этом видеоуроке мы поговорим о слоях, что это такое и как с ними работать. Итак, слои это универсальный способ навести порядок в нашем текущем проекте. Слои можно создавать, называть, удалять и перекидывать объекты между слоями. Работа со слоем привлекательна тем, что мы можем одним кликом мыши замораживать и размораживать объекты, открывать их или показывать. Итак, где это находится? Редактор слоев находится на основной панели инструментов. Вот эта кнопка. Нажимаем левую кнопку мыши. Искакивает редактор слоев. Наверху у нас располагаются кнопки создания, удаления, добавления объектов, выделения объектов на слоях и так далее. Видим, что здесь слой один уже есть. По умолчанию он всегда присутствует, его нельзя ни удалить, ни переименовать. Итак, самая первая кнопка позволяет создать слой. В скобках написано, что если какие-либо объекты выделены, они будут автоматически добавлены в новый слой, который создатся. Итак, давайте для примера создадим слой с чайниками. Для того, чтобы переименовать слой, нужно его выделить и нажать повторно один раз левой кнопкой мыши. И мы можем его переименовать. Для того, чтобы удалить слой, во-первых, на нем не должна стоять галочка, а во-вторых, в нем не должны содержаться объекты. Рядом с названием слой у нас есть плюсик. Раскрыв плюсик, мы видим все объекты, которые находятся на этом слое. Для того, чтобы их выделить, так, снимем выделение в окне проекции. Для того, чтобы выделенные объекты в редакторе слой выделились и в окне проекции, есть вот эта кнопка. Нажимаем. Левее от кнопки выделения мы видим плюсик. Он перекидывает выделенные объекты на выделенный слой. Для того, чтобы удалить слой, во-первых, я, как уже говорил, на нем не должна стоять галка, и в нем не должны содержаться объекты. Этот слой у нас теперь пустой. И у нас теперь активна вторая кнопка, которая позволяет удалять слой. Давайте попробуем раскидать наши объекты по слоям. Допустим, для чайников мы создадим слой чайники. Для сфер мы создадим слой сферы. Для плоскости мы создадим слой плоскость. Как я говорил в самом начале, с помощью слоев мы можем быстро прятать, либо размораживать все объекты, находящиеся на текущем слое. Напомним, что на слое чайники у меня располагаются два чайника. Для того, чтобы скрыть все объекты на этом слое, достаточно включить эту опцию, которая находится в столбце «Height» напротив названия слоя. Для того, чтобы заморозить, соответственно, «Freeze» заморозить. Очень гибкая и удобная система организации работы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!